Украина на сегодня получила достаточно противокорабельных ракет «Гарпун», чтобы потопить весь Черноморский флот РФ, заявил спикер Одесской АВА Сергей Брачук. «Сегодня нам передано столько «Гарпунов», что мы можем потопить весь Черноморский флот РФ. Почему бы и нет?» – отметил он, комментируя передачу американских противокорабельных крылатых ракет. Скоро кому-то на фронте будет очень жарко. Пентагон показал фото отправки Украине очередной партии прицепных гаубиц М-777. Гаубицу М-777 корпуса морской пехоты США загружают на С-17 в рамках помощи США в обеспечении безопасности Украине, говорится в сообщении Минобороны США в Facebook. Президент Польши Джей Дуда начинает тур по странам ЕС, чтобы убедить мировых лидеров дать Украине статус кандидата в ЕС. Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Об этом говорится в резолюции о внешней политике и политике по безопасности и обороне ЕС. После агрессивной войны России против Украины, принятой евродепутатами на пленарном заседании в Страсбурге в среду 8 июня, за резолюцию проголосовали 438 парламентариев, 65 высказали спротив и еще 94 воздержались. Решение Евросовета ожидается на саммите 23-24 июня. Украина получила от США 1 миллиард долларов помощи в рамках пакета на 40 миллиардов долларов, которые ранее одобрил Байден, заявил посол США в Украине Бриджит Бринг. В ближайшее время в Украину поступит еще 7,5 миллиардов долларов. Под угрозой персональных санкций около 12 тысяч россиян. Среди них почти вся первая сотня российского Форбес. Дорожную карту введения персональных санкций на днях предоставила международная рабочая группа, которого возглавляют руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший посол США в России Майкл Макфол. Байден обсудил с Дудой оказание поддержки Украине. Об этом сообщили на сайте Белого дома. Лидеры подтвердили общую приверженность дальнейшему укреплению двухстороннего сотрудничества в сфере безопасности и экономики. Обсудили поддержку народу и властям Украины. Байден также подчеркнул приверженность США обеспечению безопасности Польши и восточного фланга НАТО. В Европе на пороге у Путина проходит крупнейшее в истории учение НАТО. На пороге, потому что учения по противовоздушной обороне проходят на территориях Эстонии, Польши, Литвы и Латвии. Там задействовано более 50 самолетов и расчеты средств ПВО. Их проведение связывают с возросшей опасностью ракетных ударов по Европе со стороны РФ. Президент Польши Дуда раскритиковал Шольца и Макрона за звонки Путину. Он заявил, что поражен всеми разговорами, которые ведутся с Путиным, пишет Билд. Разве кто-нибудь во время Второй мировой войны говорил подобным образом с Адольфом Гитлером? Президент Польши также раскритиковал немецкий бизнес за безразличие к тому, что происходит с Украиной. Он отметил, что немецкий бизнес, как и прежде, стремится вести дела с РФ и зарабатывать деньги. «Мы призываем мир и Европу, чтобы с Россией больше не было обычного бизнеса», – подчеркнул польский президент. Американские военные разработали план обучения украинских военных использованию западных реактивных систем залпового огня, сообщает The Washington Post со ссылкой на главу комитета начальников штабов США генерала Марка Милли. Кроме того, по словам Милли, согласно плану, Великобритания также будет учить один взвод за раз. В интервью издания Билд президент Польши Анжей Дуда сказал, что его страна отправила более 240 танков, почти 100 единиц бронетехники, включая три батареи САУ Краб, а также боеприпасы к ним, ракеты и другое вооружение на более чем 2 миллиарда долларов. «Это огромные расходы, но мы понимаем необходимость. Мы обращаемся ко всем, если у кого-то есть возможность отправить, например, артиллерию. Это оружие необходимо, чтобы остановить российское вторжение», – заявил президент Польши. Вопрос предоставления Украине статуса страны кандидата в ЕС обсудят 17 июня, передает Еврокомиссия. Друзья, на этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Слава Украине! Героям слава! Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Вместе мы сила!